Музыка Меня зовут Елена. Это видео последнее в совместном проекте вышивальные приметы. Вышила я вторую свою работу этого замечательного тигренка. Вышивала я подпором по схеме, скачанной с интернета. Это схема Dimensions. Называется сюжет «Молчаливый наблюдатель». Где-то вышивать я начала его 25 февраля, потому что 15 февраля примерно начала вышивать парусник. И вот 4 апреля я закончила тигренка и парусник тоже закончила. Но получается, даже не могу сказать сколько я его точно вышивала, потому что там я с парусником чередовала и в последнее время вышивала этого тигренка. Ну, что могу сказать про вышивку. Вышивалась на 16 конве Zweigart. Я обвеложила канву. Ну, канва была большая. С этой стороны был большой вот такой вот кусочек. Ну, где-то сантиметров, наверное, 17 был. И я решила не загибать его на станочке, а отрезала. Ну, а пока я вышивала, он, конечно же, не махрился. Все было нормально. Но вот при стирке этот край немножко стал махриться. Вышивала я ниточками DMS подбором. По ниточкам, если вам показать мой органайзер по ниточкам, то у меня остались все ниточки, кроме двух. Это 25-й значок. Это у меня белый цвет. И 318-й, 20-й значок. Ну, это для меня 20-й значок закончился. У меня были два запасных, но я даже не начала их перематывать. То есть у меня полностью все хватило и осталось. Даже на здесь органайзере пока вот одна пасночка почти полная. Я вот и 318-й это осталось. Но белого здесь уже ничего нет. Белого ушло в тютельку, в тютельку. Все. Конечно, получилось очень красиво. Мне нравится. И вышивала я для своего старшего сына в подарок. Время-то такая, что тигренок, он как бы защитник идет. И до этого, если вы смотрели, я вышила тигренка от Золотой Руно компании, младшему сыночку. И, наконец-то, вышила у второго тигренка старшему. Теперь повезу оба проекта и двух своих тигрят. Я уже сняла видео, начала монтировать. И смотрю, что один край работы моей правой как-то загнулся и вот неровно. И вот сейчас пришла доснять, показать, что, в общем-то, работа в принципе ровная. Просто я так повесила неудачно на стульчик, наверное, что так оно и, в общем-то, получилось. А вот эту вставочку я сейчас ставлю, покажу вам. Большая неприятность у меня приключилась со стиркой. Размечала я маркером прим, вот этим знаменитым белым. Очень тоненькая линия, хорошо разметилась все. Но у меня был, конечно же, шок. Разметка моя не отстиралась. Хотя маркер я проверяла. Я его, когда вышивала прошлого тигренка, я вот здесь боку наносила клеточки. Смотрела, как маркер шестировается. Дело в том, что шестировался он хуже, чем белый карандаш ДМС. И мне пришлось прям вот буквально вот таким образом потереть канву, чтобы маркер сошел. Но он все-таки сошел. Поэтому я была спокойна, что он здесь отстирается. В случае чего, думаю, немножечко щеткой аккуратно потру зубную щеткой сверху. И у меня все уйдет. Но не тут-то было. Спасибо всем, кто подписан на меня в инстаграм. И кто поддерживал меня в комментариях. Я там показала результат моей первой стирки. Если сейчас получится, я оставлю картинку, покажу, как выглядела моя работа после стирки. Как видите, видна разметка. И спасибо всем девочкам за их советы. Они рассказывали, у кого как отстиралось, у кого что не отстиралось. И в итоге, конечно же, я могу сказать, что я сама виновата. Я опасалась, что мне придется маркер этот удалять. Но вот таким тяжелым образом, что мне нужно будет тереть. Дело в том, что я думала вот эти французские узелки вышить после стирки. Думаю, я постираю, потру, а потом вышью французские узелки. Но что-то у меня так думаю, ну как, я потом в разлиновке не будет. Будет как-то трудно мне эти французские узелки вышивать и так далее. И я, в общем-то, вышила французские узелки. Думаю, ну он отойдет. Потому что у меня всегда все маркеры отходили. Проблем не было. Никогда я с таким не сталкивалась. Но не тут-то было. В итоге постирала я, высохла. Главное, что когда мы мокрые, вот я вроде потерла, постирала. Маркеры вот это не видно, разметка, да? Но как только высыхает, разметка вся видна. Второй раз я постирала уже, уже зумной щеткой потерла. Уже мыльный раствор. Все, высохло, опять видно. Я уже совсем, честно говоря, поникла. Французики мои уже стали не какашными. Как видите, что они уже, вида никакого нет. Я вот сейчас смотрю и перед дилеммой, то ли эти все французики мне придется распускать и перешивать заново. То ли оставить так. Издалека, конечно же, вроде бы ничего. Но я знаю, как оно выглядело до стирки. Что французики все были красивые, аккуратненькие. А после стирки это что-то. В итоге, третий раз я намылила свою работу белым хозяйственным мылом. Положила в воду моющее средство жидкое для шестяных тканей и шелковых тканей. И я поняла, что этот маркер состирывается лучше все-таки в теплой воде. Как мне девочки посоветовали, я налила теплую воду и начала отстирывать. Прям намылила и щеткой я, в общем-то, все эти полоски утерла. Естественно, французики мои повредились. Но, с другой стороны, зато стиралась разметка. Разметка вся, естественно, ушла. Сразу, конечно, видно не было. Но когда высохло, все было нормально. И вот, не знаю, сейчас подбавая разметка не видна. Но я прям буквально смотрю, мне кажется, что это разметка. Потому что я знаю, где были эти клеточки помечены. Поэтому с таким маркером страшно размечать, мне честно говоря. Хотя я пыталась сначала стереть резиночкой. Здесь обратная сторона резиночки. Но стиралась очень плохо. Она резиночкой стирает хорошо. Вот я, например, когда делала разметку, и я когда ошибалась, не там линию размечала, я быстренько стирала. Она хорошо так стиралась и удалялась с конвей. А когда уже разметка побыла на конве достаточно долго, уже резиночка ничего удалять не хотела. Ну вот, слава богу, что все отстиралось, по крайней мере. Теперь вопрос с французиками, что мне с ними делать, перешивать или нет. Не знаю, буду думать. Может быть, я их перешью. Но единственное, что, конечно же, их распарывать, их много. Здесь вот французики на самом, вот эти бренки на мордочке, они не повредились. Потому что я здесь не терла, так как здесь полная зашивка и не видна разметка. А вот на самой конве, конечно же, я, естественно, терла хорошо. Так получилась работа очень красивая. Очень такой милашный тигренок, нежный, пушистый, с такой вот шерсткой. Очень мне нравится, как получилось, конечно же. Что могу сказать по вышивке? Вообще схема нетрудная. Вышивалась очень легко. Одно было трудно, где я путалась. Я путалась с черным цветом. Я потом уже, когда вышла всего тигренка и посмотрела на картинку, на изображение, поняла, что у меня есть ошибки именно с вышивкой, с зашивкой черного цвета. Но эти ошибки так и все-таки есть. Просто где-то они сильно видны, где-то нет. Кто подписан на меня в инстаграм и наблюдал за процессом продвижения, там я делала фотографии, естественно, чаще, обратили внимание, что вот когда вышел с тигренок, вот здесь черные были вот эти точки, а вот здесь не было. Потом вот здесь тоже такое, как бы, черное пятнышко, и вот здесь вот как круглое, как вытянутое такое. Вот оно вот здесь вот было не до конца, и здесь половина тоже, в общем-то, черного не было. Дело в том, что я, когда вышивала черный цвет, обычно в каком-то, ну, пространстве, которое я выбирала для вышивки, оставался какой-то цвет, которого больше всего, и нужно было потом его быстренько зашить от оставшейся, как вот Наргиз советовала. Я так, в общем-то, и давно всегда вышивала, и я так и делала. Но вот в этой работе я уже потом поняла, конечно же, нужно оставлять на последний черный цвет. Почему? Потому что когда вышиваешь, то не видно, то ли это черная конва, то ли это черный цвет уже зашитый. И дело в том, что вот здесь, например, вот чтобы вот это вот вышить, мне пришлось распарывать. Я сначала хотела сверху наложить черные крестики, да, но потом посмотрела, что у меня черные крестики внизу есть. Это я не увидела, и сверху, оказывается, еще зашила серым. А третий слой уже накладывать это куда? Это, конечно, уже будет слишком выпукло, толстый, и будет все видно. Поэтому иногда у меня черный цвет просто зашивался вот серым и так далее. Вот особенно вот в этой половине тигренка. Дело в том, что когда я вышивала вот эту половину тигренка, я уже стала использовать лупу, и ошибок было меньше. Вот такая лупа у меня, я ее использовала. И вот эта часть у меня вышилась гораздо аккуратнее, быстрее и так далее. Но вот саму вот здесь вот луну, здесь уже лупа мне, естественно, не нужна была. Вот чтобы не ошибиться с черным цветом, вот вторую часть тигренка я вышивала именно с лупой. Ну вот так тигренок у меня получился. Сейчас я покажу его чуть поближе. Ну вот мой милашка поближе. Как видите, мои французики, которые бедные, несчастные, полулежа, полурасплющенные они у меня по всей канве. Конечно же, небо выглядит симпатично, особенно издалека, несмотря на поврежденные французики. Конечно же, это, как написала мне, по-моему, Наргиз, это космос, а не картина. Да, действительно, очень красиво. Но осторожно надо быть с этим карандашом прим. Все-таки, особенно при вышивке таких работ, где вышиваются французики. Как я сказала, если бы я постирала сначала, потом вышила французиков, может быть, таких проблем бы и не было. Но в любом случае, уходил очень трудно. И не только у меня. Многие девочки пишут, что тоже у них с карандашом прим были вот такие вот проблемы. Ну, на этом все. Следующий проект я пока не начала, несмотря на то, что как я закончила, уже прошло три дня. Что-то у меня на работе и работы много, и устала очень, и начинать новый проект я знаю какой, но надо и организовывать. У меня пока нет сил, поэтому я вышиваю свою зигуго эти дни. То, что у меня уже начато, и получаю колоссальное удовольствие и расслабление от вышивки. Ягуго от Риолис. А пока новый проект я еще не начала. Но еще впереди много интересного. На выходных Пасха, поэтому я вряд ли его начну. Ну, посмотрим. Может быть, на этой неделе, какой-то день, я буду посвободнее, я подготовлюсь и что-то начну вышивать. Вам всем спасибо за внимание. Спасибо за поддержку, за ваши лайки, за ваши комментарии. Всем удачных проектов, удачного завершения ваших проектов. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok